Я проездом Крухотом бегут, чтобы я вдруг не забыл, что я проездом мне нальют, успею выпить, счастья пожелать, след помашут мне рукой и скажут «С Богом!» И опять по этой жизни мне вперед шагать по разбитым и неезженным дорогам, по селам и по городам, сменив не помню сколько мест, сегодня здесь, а завтра там. У каждого свой вечный крест, а принцип места не менять он был, да только вышел весь, и мне уже не привыкать, что я опять проездом здесь. Привыкать, что я опять проездом здесь, и я проездом в этой жизни, может быть, навек. Не объявлен срок, и мне он неизвестен. За него я не торгуюсь, не кидаюсь в крик. Да и торг здесь, безусловно, не уместен. Хоть разбей часы, но время вспять не повернуть. Кто-то раньше, кто-то позже, но окончит путь и поймет, что на земле он был проездом. По селам и по городам, сменив не помню сколько мест, сегодня здесь, а завтра там. У каждого свой вечный крест, а принцип места не менять он был, да только вышел весь, и мне уже не привыкать, что я опять. Проездом здесь, проездом здесь, я проездом, проездом. Спасибо. Я просто, ну, второе деление, он всегда, как это говорит, произвольная программа. Можно больше говорить. Я шучу. Хотя всякое бывает. Нет, просто я к тому, что во время антракта задаются вопросы определенные. Кстати, там еще записки, надо до них добраться. Спрашивают про следующий концерт. Я сразу себя прорекламирую. Как традиционно было, что на мой день рождения 26 июля здесь проходит концерт. Мы решили почти не уходить от этой традиции. Почти потому, что все-таки не 26-го. Командование заведения мне дало поплашку и сказали, ладно, отмечай свой день рождения у себя в Минске. 28-го июля здесь будет этот концерт. Следующий. В 20.00. Приходите. А потому, что пятница. Чтобы уже наверняка в 20.00 все добрались. Вот, да, ничего не изменится, но точно. Нельзя так говорить. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Кто-то любит плыть по морю, Доверяя жизнь волнам и ветру, Мне земля нужна лишь для разбега. Хоть и не мечтаю я о звездах, Ручку на себя, здравствуй, небо, В небе опираюсь я на воздух. Каждый день по жизни, как на фронте, Врачами совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, С песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, С песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штопор загоняет Виражи и прочие фигуры, И в приборе шарик мой гуляет, Стонут лонжероны и нервюры. На петлях мне ветер подпевает, Небеса за землей перевернутся, Возмущенный воздух пусть болтает. Главное, мне в горизонт вернуться, Каждый день по жизни, как на фронте, Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, С песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, С песенкой по небу я летаю. Пусть туман повиснет, но и полгода, Слегать или дождь я не тоскую. Летаю даже в непогоду, Я ведь авиатор, я рискую. Я потом на свете всю до краю, Зам до меня те, что на закатах, В небе плоскостями я сверху летаю. В трёх координатах. Па-па-па, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Каждый день по жизни, как на фронте, Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, С песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, С песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Спасибо. Пока вот, ну, помню, опять же, Раз уже о концертах заговорил, 19 августа я буду выступать в Кремлёвском... Ой, извините. 19 августа здесь будет выступать Вадим Закаров, Мой замечательный друг. Насчёт Кремлёвского дворца... Я не пошутил, Но там будет такой концерт Стоят пятилетие военно-воздушных сил. По всей видимости, Даже вот... Должен нам спеть одну песню. Да, я, опять же, Про Вадима Закарова. 19 августа, Ко дню воздушного флота, Здесь будет концерт Замечательных песен Вадима Закарова. Уезжал из Минска, Надо думать, вот позавчера, Плюс 24. Что творится здесь? Что творится у нас там? Кстати, у нас хуже. У нас... Первого мая мне друзья из Москвы звонят, Я говорю, а как там? 25 градусов. А у нас плюс один. Причём один мой знакомый друг, Я сегодня про него немножко расскажу, Из Иркутска, Присылает мне фотографию. Там снег такой. Надо думать, Резину летнюю поставил на машину, А тут у нас снег выпал. А я ему пишу, Ты понимаешь, Говорю, ладно-то в Иркутске Снег, Но в Минске Первого мая Снег тоже пошёл. У нас ночью было минус один И так далее, да. И так чем она... Природа к санкциям Придётся? Может быть, кстати, да. Чего-то знают этих европейцев, Всякие погодные оружия. А Минск Азерб совсем Дожди, который день Наверно, солнце лень Светит нам все Зачем? Зачем светить, когда Привыкли все к дождю, А я всё солнце жду, Ведь я б тогда, Тогда Да что мечтать? Вода Размыла нас, как грунт, И лихо целый фунт Вот это да Беда И покатим шаром Так пусто во дворе На небе туч Каре Висит сплошным шатром Над Минском снова Гром И капли остекло Но сохранит мой дом Ушедших дней тепло И пусть опять Грозит Мне расчеркома гроза А тех, кто я убил Напомнит лишь роса Ведь по утру Роса Трамвай под окном Простужено Гремят А провода гудят О чём-то своём И плачет дождь На взрыв Всё слезы льёт И льёт А в небе самолёт Аэропорт закрыт Не знает бы, что страшнее Грозы, смертельный жар Грозы, смертельный жар Грозы, смертельный жар Но сохранит мой дом Ушедших дней тепло И пусть опять Грозит Мне расчерком Гроза А тех, кто я убит Напомнит лишь роса Ведь поутру роса Амин, скажем совсем А, да, я сказал, что я еще про своего друга расскажу в этой связи Где-то здесь в зале сидит Даша Михайлюк Ну, где-то она есть, здесь А, вон ей, да, Маша с рукой Это дочка моего замечательного-замечательного друга Заслуженного летчика-испытателя России Сергея Михайлюка Именно который, он шеф-пилот на Иркутском авиационном заводе Именно он дает там дорогу в небо Су-30 Як-130 Сейчас вот уже вот скоро-скоро-скоро МС-21 И вот помню Сереже должно было исполниться 50 лет Это вот пару лет назад И Дарья мне звонит А вот, может быть, вы папе бы написали песню про летчиков-испытателей Я говорю, Даша Я говорю, я не пишу песен под заказ там и так далее Это действительно так Но самое интересное, что премьера этой песни Засталась именно у Сергея на дне рождения В небесную обитель мы привозим их, как в сад детей Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней Мы словно воспитатели, а небо будто школьный класс Они ж, как испытатели, избытывают нас И в небесах распахнутых перемещаясь вверх и вниз Играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз И каждый раз, как первый раз, они бывают здесь ничьи Они испытывают нас, а мы испытываем их Мы в небе летать и работать их учим В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, а зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Полцарства за небо мы точно откажем Летаем на всем, что летает И даже на том, что летать спойти не может Болтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр Считают, сколько тратили, считают, что много весь мир Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам Не объясните вы таким, что не измерить кошелек Когда останется родным на память шлема и орденок И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих Они испытывают нас, а мы испытываем их Мы в небе летать и работать их учим В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, а зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Полцарства за небо мы точно откажем Летаем на всем, что летает И даже на том, что летать спойти не может По краю наставления ходим, вот еще б тот край найти Чтоб не было сомнений, во след ты мог сказать Лети Любимому ребенку, что за годы научил ты жить И в лебедя путенка смог как в сказке превратить А после дети новые, которые сильней и умней Стравтивые и рисковые, нету вновь для нас родней И снова непослушный класс перед уроками прийти Они испытывают нас А мы испытываем их Мы в небе летать и работать их учим В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Полцарства за небо мы точно откажем Летаем на всем, что летает И даже на том, что летать поедине может Мы в небе летать и работать их учим В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало Зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Полцарства за небом мы точно откажем Летаем на всем, что летает И даже на том, что летать поедине может Мы это видим, что летать поедине может Спасибо Спасибо Что-то надо глянуть записки, а то потом забудут. Нормально. Дорогой Вадим, желаю вам счастья, здоровья всего самому-самому! С Днем Рождения! Это надо сохранить, так. Не, я вообще думаю, у меня есть такое небольшое хранилище, то есть там есть такие вещи. Так, дорогой Николай, очень просим не пропустить такие ваши песни, как «Не пропущу», но это есть. Нет, просто действительно, бывает, просят определенные вещи исполнить, которых, образно говоря, не было в плане, а еще хуже, когда понимаешь, что их как-то уже не стоит, наверное, исполнять. Так, поздравляю с Днем Победы, это хорошо. Да, спасибо. Здесь много текста. Очень хочется вспомнить дядю Игоря Ткаченко, это очень пронзительно. Будем жить. Ну, я не знаю, потому что, ну, буду ли я петь эту песню, а дело в том, что, ну, Игорь действительно всегда с нами. Я вообще всегда говорю, он как где-то летает. У многих летчиков вообще нет вот этого ощущения, что Ткаченко погиб. Он жив для нас. Вон Галина, извини меня, что я уж на тебя пальцем покажу, жена. У меня вообще даже не поворачивается язык назвать ее вдовой. Ну, мне все время кажется, что Игорь, он с нами. Также ромбика. Хорошо. Одну песню просят даже посвятить присутствующему в зале Дмитрию Копосову. Дима, ты чувствуешь себя сам, да? Это мой замечательный друг Дмитрий Копосов. Соло-пилот пилотажной группы Стрижи. В свое время это, ну, уникальный человек. Он и соло-пилотажом занимался, и ходил в группе. Это, ну, не самое частое явление. Ну, он... Ничего, что я так... Можно, да? Я просто его очень люблю, я давно знаю. Действительно, вот есть такие знаковые летчики, которые... Ну, они вроде как пилотажники все такие, ну, классные, туда же просто так не попадают. Если уже человек там летает в пилотажной группе, это личность. Вот, но есть такие, которые вот только фамилию называешь или даже кличку. Прости меня, Копосов, я расскажу, что тебя зовут Капеллан. Ну, не было в плане, ну, ладно, хорошо, да. Мы землю толкнем, и небо снова обнимет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто до лесово. Пусть метео нам тучи обещает. Оставим снизу все дожди и лужи. Изнанка тучи всегда светла снаружи. Нас небо солнцем как родных встречает. Вот жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь взрослся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без войны и хлеба. Они сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах инверсий рощерк. Там мирный ГВФ сквозь дни и ночи. Несет людей в Анталию и Сочи. А мы, как в школе, тренируем почерк. Выводим в небе тексты сочинений. Фигуры пишем, а точнее пашем. И где-то снизу смотрят дети наши. Наверно, им пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И крак нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на петле вычерчивая строя. Местами землю с небом поменяем. Но мир там не изменится. Мы знаем, видим, как дворцы и замки строят. Нам не придется жить в таких хоромах. Но честь свою мы в грязи не уронили. Пусть те, кто снизу свой кусок схватили. Зато у нас есть небо, мы здесь дома. Не будет нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с ушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. По небу. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый с ушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. По небу. Песня была написана именно когда он летал. И он в этом принимал участие. Вот единственные песни, которые я обычно пишу. Ну, написал и написал. Но вот некоторая небольшая группа песен, которые я, в шутку говорю военным словом, согласовывал именно в Кубинке. То есть их там буквально две-три. У меня песни просто от первого лица, как правило. Я вот помню, приезжаю к Ткаченко, Игорь, я тут песню написал. Ну, вот надо бы это самое, мужикам показать. И вот там небольшой компания. Там раз спел, я говорю, ну, потому что это же я пою, это вроде как бы вы поете. Если нет, есть какие-то косяки, то ну его нафиг мы забудем. Ну, вот как-то не было таких песен, которые сказали, что нет. Из тех песен, которые от первого лица, как-то для самого в свое время было странно, что она получилась. Этот человек мне сегодня позвонил, он говорит, если ты ее не споешь, а я буду смотреть видеотрансляцию, я приму все усилия, чтобы тебе набить морду. Ну, думаю, всякие люди есть. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, и я вернулся. Знаешь, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверно, это моя осень. Я участвую в парадах, что мне думать о наградах, на пределенные сноси. Я МИ-8. Я вернулся. Кто обскомандовал, мне больно нахватал, я пули довольна. Ох, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко, а мы в рубашках. С ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверно, это моя осень. Для меня замчасти ищут, жалко будет, если спишут, я ведь старый на износе. Я МИ-8. Я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки, и заплакал. Вот судьба моя какая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверно, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота, пост по войнам меня носит. Я МИ-8. Я МИ-8. Великая машина. Я не делал никаких открытий. Вчера летел на Ви-8. он на Красной площади, но он уже другой, у него две двери, у него другая рампа, заходишь в кабину, там Брео совершенно иное, в Беларуси у нас старая очень техника была, вообще все самолеты и вертолеты, те, которые поступали в белорусский военный округ, когда-то они у нас новейшие поступали, самыми первыми, а сегодня они стали там, допустим, ну уже вот того времени, и тут вот на сегодняшний день смотришь, там у нас 8 Як-130 из Иркутска привезли, да шо ж ты, извини опять же, что папа твой там облетывал у нас в Лиде, сейчас вот 12 Ми-8 ДШ-5, это очень радует, вообще летчики должны летать на новой технике, это здорово, я вот с испытателями разговариваю на Милевском заводе, вертолеты, вот, ну, 8-ка, она летает уже 55 лет-то где-то, ну, примерно, а они говорят, ну, с учетом там всякой модернизации, там, они же постоянно их, ну так, скажи кому, летчик-испытатель испытывает Ми-8, у обывателя, ну, что за бред-то, значит, ну, вертолет-то настолько старый, вот опять же, Сергей Викторович, извините, это самое, я скажу, что вот его отец, которому 17 мая 80 лет исполнится, он в Борисове живет у нас в Белоруссии, у него он осваивал этот вертолет, и столько там за плечами, а самый прикол, что за плечами еще переноска москвича в фильме «Бриллиантовая рука», на всяких случаях так бывает, а в кадре не показывают, а показывали милиционеры, которые там что-то там разговаривали, а в левой чашке-то сидел вот Виктор Косяков. И вот, да, вот испытатели говорят, что этот вертолет еще лет 50, то есть, вы представляете, целый век машина, которая, ну, так, по прикидкам, будет работать, в общем, если даже вот эти споры были там несколько лет назад в американском конгрессе, когда конгрессмены военным сказали, да вы что, а вы что за проект вы нам решение приносите, чтобы мы купили Ми-8 у России, а военный говорит, да в Афганистане ничего больше не работает нормально, вот, и они закупили действительно 40 с лишним машин, а потом еще, и порядка 70, если мне память не изменяет, где-то вот такое количество. Ну, ладно, еще одна вертолетная песня. Кстати, выступаю в одной компании как-то, посмотрел на Павла Ивановича. Про Задьмова что-то. Да, видишь, он тут, и там просто, у нас были батюшки такие, вот, там фраза есть, судьба располагает, и вот представитель церкви мне говорит, не судьба располагает, а располагает Господь, хотя, говорит, судьба это суд Божий. Я говорю, батюшка, а что же вы от меня хотите, я все правильно написал. Вот, ну ладно. Человек предполагает, А судьба располагает, не узнать дорогу наперед. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то, мы кладем в виражик вертолет. Как сто лет назад в Афгане, в правой чашке, друг мой, Ваня, между нами, Саня, бортовой. И усталость трекозою над бескрайнею тайгою, Мы жужжим, и фронт здесь грозовой. Где-то в прошлом пушки, танки, Можно жить и на гражданке, Главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе из заботы, Хватит нам и здесь работы, Ведь не всю же жизнь нам воевать. Снова пашем сверху ручно, Нам в больницу нужно срочно вывезти Кого-то из тайги. И, и находим мы средь елок Богом Брушенный поселок, домики, Как бабушки еги. Ветер сильный на посадке, Не впервой нам все в порядке. Быстро фельдшер объяснишь потом, Что аппендицит случился. Парень вон в живот вцепился, И девица тоже животом. Мальчик-фельдшер слишком бледный, Первый раз летит он, бедный. Шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело, Приходилось под обстрелом Взвод на борт нам с Ваней принимать. Навсегда мне, Ваня, жалко Тех мальчишек, чтоб по волкам Мы перевозили за рекой. А теперь мужик в салоне, Как трехсотый тихо стонет. Об одном подумаем с тобой. Знаем, все в порядке будет, Парень точно не забудет Этот наш внеплановый полет. Что-то там ему отрежут, Будет жить в тайге, как прежде. Может, нас когда-то поменят. На сносях у нас девчонка, Голосит, но так уж звонко. Саня, быстро что там доложи. Командир, отходят воды. Прилетели это роды, Мы ж не проходили тренажи. Девка в воздухе рожает, Нас засветки окружают. Бедный фельдшер проглотила язык. Примет Санечка, младенца, Замотает в полотенце. Прокричит нам радостно. Роботяга наш Ми-8 От грозы нас всех уносит. Снова мы как будто на войне. С Ваней мы переглянемся, Знаем точно, что вернемся. Мы ж теперь обязаны вдвойне. Человек предполагает, А судьба располагает. В этой жизни абсолютно всем. Вылетали нынче трое, Нас маршрут потом удвоил. А в итоге прилетело семь. Вылетали точно, Трое нас умножили на двое, А в итоге оказалось семь. Вот седьмой ряд, но мужик. Человек тарам, пара-па-па-па-па-пам. Та-та-ра-та-ра-ра-та-ра-там. В Беларуси у нас там статья была. Ну, статья-заметка, когда у меня премьера диска Крайнего была. И они написали отдельной строчкой про эту песню, что вот, Анисимов присутствовал на борту, когда там ребенок родился, и так далее, и так далее. Я в журналистке говорю, Плариса, ну, не совсем оно так было. Это уже совсем, ну, там была проблема, да, было двое больных, и действительно, в общем, все было непросто. Ребенок, она говорит, Ну, ты понимаешь, это же... Ты представляешь, как это классно для журналистов? Вот, ну, это в газете будет, и все просто обалдеют. Я говорю, ну ладно, пусть рождается. Не, я знаю даже летчиков, очень таких крутых, ну, их немного из своих знакомых, которые родились на борту самолета. Бывало и такое. Все же улыбнусь, Пусть на свете все несовершенно, Воланда, Иисус, К нам приходит как-то, Переменно хочется летать. Вроде небо рядом и открыто, Но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, Как рубин краснеет, На закате раскрывает озонт. Над землей ночь, Как надзиратель, День закончил круг. Я уснул по-глупому, Мечтая, Мне приснилось вдруг, Что я летаю. Я летал во сне, Над землей, Где я только не был, Словно по весне. Было синим и бездомным небо, Крепко обнимал, И носил меня веселый ветер, А с земли во след смеялись дети. Так вот и живем. Ходим по земле, Во сне летаем, Где-то банк сорвем, А потом удачу пропиваем, И мы чудес не ждем. Не волнует нас Среди блаженства То, что мир далек от совершенства. Ходим по земле, Поверх закон Ньютона Не опускает бунт на корабле, Черный флаг на мачте Поднимает небеса в англии, Так легко друг друга убиваем, А летаем, Лишь во сне летаем. Я летал во сне, Над землей, Где я только не был, Словно по весне. Было синим и бездомным небо, Крепко обнимал, И носил меня веселый ветер, А с земли во след смеялись дети. Крылья за спиной Только лишь у ангелов И бывает, я ведь не святой. Мне не крылья, руки Обрывают мне бы улететь. В край, где постоянно солнце светит, Только где же он есть на этом свете? Я летал во сне, Над землей, Где я только не был, Словно по весне. Было синим и бездомным небо, Крепко обнимал, И носил меня веселый ветер, А с земли во след смеялись дети. Я летал во сне. Ну, это вот этот разряд ночных песен. А разговор не клеился, И ночь текла ручьем, Я как-то не надеялся, Что мы себя поймем. Луна в окне расколотом Прикинулась мечом, А мы болтали шепотом, Все как-то не о чем, А мы болтали шепотом Вдвоем. Подмигивал светильничек И чайничек шуепел, Дотекал в такт будильничек, И я про что допил. А гром далеким рокотом Напоминал весна, Мы танцевали шепотом Уже не допоздна Мы танцевали шепотом Уже Уже почти полтретьего, А сон не для двоих, Ах, нам бы лучше третьего И просто на троих. К рассвету кто-то стопотом По лестнице сбежал, Мы целовались шепотом И дождь нам не мешал, Мы целовались шепотом И дождь. А стрелки время мерили, Летел за часом час, И мы почти поверили, Получится у нас Узнать бы как-то, Что потом И вечное когда А мы прощались шепотом Наверно, навсегда А мы прощались шепотом Наверно. Занимаюсь сейчас Новым диском Именно вот как я его называю Гражданский диск Он уже первый у меня был Гражданский И какие-то песни Вот уже Ну даже Даже мы сделали В студии С Сергеем Сухомлиным И Я все-таки Опять же Грубое слово Воткнул песню Ночь в такое время года Хотя Первый диск был Именно с этим названием Это была заглавная песня альбома Но Прошло уже 12 13 лет После выхода Того диска И я вот Думаю Ну не так я ее там спел Надо по-другому Все-таки Ну по-другому Это так, как я ее всегда пел На диске Просто она тогда была Ну Несколько Ну скажем так Ритмики Что же К чему это Ну следующая песня Опять же Осень, вечер, ветер, тучи В доме света опять отключен И луны, азиат, шилучи Робко светит сквозь Ведра Одинокая Хмуро скучно От души Упрятан ключик И с собой мир Заключен Ненадолго до утра Мой мирок Размером с кухней Газ под кофе Не потухнет Где-то гром печально Пухнет Видно тоже Одинок Строго Тихая Будильник Сам себе Запутыльник Живем Моргнув Светильник И раздастся В дверь Звонок Ночь Такое время Года Что не глядя на погоду Гости в дом Ко мне приходят Бьют прозрачную Не в воду А в душе Моей К восходу То ли кома То ли кода Ночь Такое время Года Ночь Такое время Года Рюмки, водка, сигареты, хлеб Холодные котлеты И сердца у нас Согреты То ли дружбой То ли спиртной Но душа моя Раздета И летает в небе Где-то Рвется в сторону Рассвета Только там Туман и дым Я, наверное, спел Сто песен Раз уж мы Сегодня вместе Вряд ли нам Грустить уместно Я пою И каждый Слышит То, что он Хотел услышать Но стучат Соседи свыше В батареях Чтобы тише Ночь Пройдет Рассвет Все спишет Ночь Такое Время Года Что не глядя На погоду Гости в дом Ко мне Приходят Пьет прозрачную Не в воду А в душе моей Восходу То ли кома То ли года Ночь Такое время Года Ночь Такое время Года Прозвенел давно Будильник Опустел мой Холодильник Как в горле Будто бы Напильник Мне не скоро Петь Теперь Солнце Видно Встать Забыло И сжимает Боль Затылок Строя Сушеных Бутылок И уже Закрыта В дверь Осень Вечер Ветер Тучи В доме Свет Опять Отключен И луны Озепший Лучик Робко Светит Сквозь Ветра Одиноко Хмуро Скучно От души В ряда Ключик И с собой Мир Заключен Ненадолго До утра Ночь Такое Время Года Что не глядя На погоду Гости В дом Ко мне Приходят И вот Прозрачно Не в воду А в душе Моей К восходу То ли Кома То ли Кода Ночь Такое Время Года Ночь Такое Время Года Но Ночь Такое Время Года Что не глядя На погоду Гости В дом Ко мне Приходят Пьют Прозрачную Не в воду А в душе Моей К восходу То ли Кома То ли Кода Ночь Такое Время Года Ночь Такое Время Года Спасибо Опять же Глядя на погоду Сегодняшнюю И все-таки Хотелось бы надеяться Что завтра Она не такая будет Вспомнилась Такая старая Весенняя песня Как никогда капризен март С утра капель К ночи метель Рисует странную пастель Весна совсем Не знает карт На географию И с ней На гидромет Ей наплевать Ведь все дозволено Весне С ума сводить Повелевать Смотрю я в небо По утрам И жду Когда скворцы С югов На зло Нордостовским Ветрам Вернуться К шуму Городов Смотрю На солнце В облаках И как Рассвета Жду весны Я даже Ночью Сплю В очках В них Лучше Вино Сны Я даже Ночью Сплю В очках В них Лучше Вино Сны Не мистер Март А словно Мисс Слезами С крыш Роняет Снег И каждый День Опять Каприз И от Весны К зиме Побег И мне Без видимых Причин Куда-то Хочется Бежать Душа Размером Как Оршин Ее В груди Не удержать Смотрю Я В небо По Утрам И Жду Когда Спорцы Сьюгов Назло Нордов Ставским Ветрам Вернуться К шуму Городов Смотрю На солнце В облаках И как И как Рассвет Жду Весны Я Даже Ночью С Плювачка В них Лучше Видно Сны Я Даже Ночью С Плювачка В них Лучше Видно Сны Ветрам 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 Смотрю Я В небо По Утрам И Жду Когда Спорцы С Югов Назло Нордов Ставским Ветрам Вернуться К шуму Городов Смотрю На солнце Ветрам И Конос Даже Ночью С Плювачка В них Лучше Видно Сны Я Даже Ночью С Плювачка В них Лучше Видно Сны Спасибо Спасибо. Все время, когда поем какие-то гражданские песни, мне слушается вернуться к военным. У кого что болит, да. Вчера, опять же, возвращаясь, на тренировку летали. Это первая группа во главе шел этот самый большой вертолет в мире. Помню тот солдатик на погрузке Обозвал коровой, вот пижон. Все шутил внутри, мол, как в кутузке, Что я даже не вооружен. Но не до него, когда нон-стопом Кружат мои восемь лопастей. А под ними сердце, где галопом Скачут двадцать тысяч лошадей. Это мчатся по небу галопом Двадцать тысяч летных лошадей. Я ношу в себе живую силу, Как в час пик автобуса я набит. Где меня уж только не носило Блистер помутнел и бок болит. Но когда без дела я купую, Грустно свесив восемь лопастей. Весь табун скучает и тоскует Двадцать тысяч летных лошадей. Рвутся в небо на земле, Тоскуя двадцать тысяч летных лошадей. Странное меня пахало, как трактор, И в режимах чрезвычайных жил. Засыпал взбесившийся реактор И пожары сотнями тушил. Штатовский чину в горах однажды Ввысь подняли восемь лопастей. Если что, поднимут Боинг даже Двадцать тысяч летных лошадей. Если надо и не то, покажут Двадцать тысяч летных лошадей. В небе с экипажем дни и ночи Некогда грустить. В левой чашке пилотяга летчик, Мы с ним вместе нас не разделить. И окружность в небесах сияет, Что рисует восемь лопастей. Как у пряжки, мой пилот сжимает Двадцать тысяч летных лошадей. Нежно держит ручки, Погоняет Двадцать тысяч летных лошадей. А того бойца я встретил снова, Я его запомнил, как летел. Тот, что про меня сказал корова, Вот пацан повоевать хотел. Пуля дура догнала, скосила, Слава Богу, Жиль меня узнал. А когда ко мне на борт вносили, Божью коровкой обозвал. Прошептал «Спасибо» на носилках, И коровкой Божьей назвал. «Божья коровка, полети на небо, Там твои детки Кушают конфетки». Спасибо. Должен был сегодня на концерт прийти Николай Федорович Гаврилов, мой такой замечательный друг, герой России, более десяти лет командовал авиацией ФСБ. И там что-то он не натворил. И его подчиненные, о чем никто не узнает, даже наши внуки и правнуки. Но были такие всякие события. Как-то я рассказывал, как он на Южный полюс летал, на Северный. Я просто про Ми-26. Вот Николай Федорович в начале 2000-х годов на Ми-26 установил главный купол на Кафедральный собор Петропавловска-Камчатского. Я все время говорю, Федорович, если бы вот такая работа была у вертолетчиков всегда. Ну вот, к сожалению, да. Ну, любой вертолет, он большой или маленький, все равно вертолет. Я к чему, это вот записка. Дядя Коля, можете исполнить песню «Вертолетик»? Могу. Прилетит в волшебном голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок пиццу. Эскимо «Вертолетик» По горам поля мы весям, облака винтами месим, Как малыш и Карлсон вместе Разлучить не смогут нас. В небе жизнь совсем другая, Пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, Сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты Все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты Раздаем тут, там, тут, тут И в десанте, и в пехоте Мой зеленый вертолетик В исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Мальчишки достают порою слишком Вспоминаем чью-то мать Кто с рогаткой, кто-то с пушкой Все берут меня на мушку Отобрать хотят игрушку Вертолетик поломать не дам И тогда я огрызаюсь Во все тяжкие пускаюсь И за небо я хватаюсь Каждой лопастью держусь Нам домой вернуться нужно С вертолетиком мы дружно Под огнем свой танец кружим Он герой, я им горжусь Вертолетик Вертолет Вертолетик Мы полжизни с ним летаем Выручаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем Поменяли столько мест Вдруг из детства тот волшебник Прилетит и даст учебник Чтобы понял я зачем нам Этот наш воздушный крест Прилетит на вертолёте Неотложно по работе И забудьте о пилоте В детстве он меня возьмёт Даст ломбир кино покажет Сказку на ночь мне расскажет И подарит может даже Свой мультяшный вертолёт Запускай Запускаем Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Бр-р-р-р-р-р-р. Вертолет. Спасибо. Хочешь? Хочешь, научу тебя летать? Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать и ночью? Оттолкнув поверхность, улететь и, коснувшись звезд, дать счастье петь. Главное — хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь. Знаешь, небом можно обнимать. Главное — летать. В звездной и вышине. Прямо они во сне. Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав, Исключением исправил улететь. Шумом ветерка, где-то в облаках, Умываясь, небесами опьянеть. Чтоб хотеть, мечтать, чтоб любить, летать и успеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда, адвента сумешь. Два на два умножишь, выйдет пять. Веришь, ввысь несложно улетать. Главное — мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Пылью обернется главная мечта. И крылья не дадут любовь твою убить. Знаешь, это небо можно бить. Всех главное — любить. В звездной вышине, Впремя, а не во сне. Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав, Исключением исправил улететь. Шумом ветерка, где-то в облаках, Умываясь небесами, Объять, чтоб хотеть, мечтать, Чтоб любить, летать и успеть. Успеть. Хочешь, хочешь научу тебя летать? Человек с аккордеоном, там и аккордеон, там не парашют. Жесткая посадка будет. Ну да, когда не знаешь, Раз, так оба за кольцо, Там бах, меха. И дальше играешь в полет шмеля, А он умереет. А, была какая-то определенная атака. Это рецепт. Ну просто два доктора написал. Не планировал песню спеть, Совершенно не военная и так далее, Но вот знаю, кто ее здесь хочет услышать. Их даже две. Если вспомню. Бэйл Бэй, это бизнес-леди блюз. Ее разбудит кошка на рассвете, Остатки сновидений смоет душ. На завтрак легкий йогурт по диете И быстренько помада, пудра, тушь. Посуду бьют за стенкой у соседей. С утра привычно ссорятся шумя. Из зеркала посмотрит бизнес-леди. Ей кошка на прощание скажет Мяу. И кошка на прощание скажет Мяу. Работа, офис, шум, переговоры, Завистливые взгляды хуже пуль. Но тикают часы, погаснут споры День за спиной И ей пора за руль Она неплохо ездит на машине Вот столько, где запаска не найдет Да, впрочем, есть для этого мужчины А дома Ее только кошка ждет И дома одиноко кошка ждет Она читает караван истории Как способ вечер как-нибудь убеять Не очень верит в эти все лапстори И в песню, что любовь нельзя купить В шкафу висят оружием наряды Она их может на ночь полистать А кошка скажет «Мур» и лежит рядом Мол, день прошел, пора хозяйка спать Ночь за окном, пора хозяйка спать Секунды превращаются в неделю И жизнь напоминает бизнес-план Уже расставлены приоритетно цели И если что, то маленький обман Она без сожалений позволяет Ведь глупо доверять себе судьбе Идет по жизни, будто бы гуляет Как кошка, что сама и по себе Как кошка, что сама и по себе Зигзаги в личной жизни и карьере Когда-нибудь идут и сразу в дамки Но пока в своем стеклянном замке Она одна и кошка в интерьере Одна и только кошка в интерьере Та-дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там Та-да-да-дам-там, Та-да-да-да-дам-там. Та-да-да-да-дам-там. Браво. Маловоенная песня, в общем. Хотя, в общем, как бы, учитывая, что часто ее просто спеть именно «Жены военных», «Жены», иногда возникают такие какие-то… Что же это такое? Много летают, дело движется туда, уже где-то мы в районе четвёртого разворота. Я лётчик, красивая форма у полка в море, и даже заберёт кто-то порой. Я лётчик, и звук от турбин на земле лучше звука, а мой самолёт — это мой верный друг. Я лётчик, мне хочется в небе бездонным летать, за это готов я полуд жизни отдать. Я лётчик, ни черта не бою душу продал, мне кажется, это рождение летом. Я лётчик, я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю почку. Я лётчик, пускай перегрузка придавит стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я лётчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько же. Я лётчик. Там без виспату можно просто отжать. И кто вам сказал, что не сложно летать? Я лётчик. Под крыльями смерти, во праве стальной, она поднимается в небо со мной. Я лётчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я лётчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочку. Я лётчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное придать я во век не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я лётчик. По ней тягли сады, иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землёй. Я лётчик. Квартиры своей у меня просто нет, общего мой дом, общий душ, туалет. Я лётчик. И снится мне каждую ночь напролёт, что топливо есть и поднялся на лёд. Я лётчик. К землю меня часто хотят привязать, но лётчик обязан, он должен летать. Я лётчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денёчек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочку. Я лётчик. Я лётчик. Пускай перегрузка придавит стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я лётчик. Я лётчик. Я лётчик. Спасибо. С каждой песней какие-то вещи связаны, тем более с этой песней столько всего связано. Но вот как-то у меня в последнее время именно вот эта история, которая в конце января приключилась, когда в Центре управления полётов я пел туда, на станцию. И вот, когда я пел там про бочку, на Вицке Олежек так оба, так и в невесомости, на 360 градусов вокруг себя, так и бочку сделал. Весь Центр управления полётом просто лёг. Ну, надо закругляться, да. Я, во-первых, забыл приветы передать вот туда. Я знаю, что очень, ну, много-немного, но есть люди, которые смотрят сегодняшнюю трансляцию. Дорогие, спасибо вам, огромный вам привет. В первую очередь моим любимым из Минска, всем родным. Мама не смотрит, она не умеет с интернетом общаться, но всё равно ей привет. Там найдутся люди, которые позвонят и скажут. Опять доктор к сцене подходит. Привет, Диме Кальченко, привет огромному количеству транспортников, вертолётчиков, которые это всё смотрят. Спасибо. И, конечно же, споём ещё, споём ещё. И, конечно, спасибо вам, что все пришли. Я желаю в честь того праздника, который мы завтра будем отмечать и уже сегодня отмечаем. Святого праздника. Мирного всем неба. Я много размышлял на эту тему, наверное, это можно делать бесконечно. Вот. Но, к сожалению, мир продолжает воевать. Дай Бог, чтобы больше не было такой именно страшной войны, как была та. Потому что любая война, конечно, ничего хорошего. Но, наверное, такой, как Вторая мировая, Великая Отечественная, не было. И дай Бог, чтобы не было. Как обычно, вылет срочный, знать, прижали наших точно. Мы летаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чёртовых горах. Нам поставлена задача, вот ещё бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там полежет целый взвод. Запускаясь без газовки, техника в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут нам взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор искал виражи. Эй, браток, не отставай, выхожись за пригорка. Осмотрелся я на горке, ничего себе разборки. Но я дома и не зевай, эй, внизу держись, пехота. Начинается работа, справа тридцать пулемёты. Мне земля во мир орёт до ворот. Бросаю фабы, и на выводе ни слова. Словно я попал в ухабы, заболтала самолёт. Растера, как паутина, маневрируя активно. Живо описная картина, как собрасыва грачи. Прилетели, выручаем. Цыганьком нас здесь встречают, над земляне отвечают. Ну разведка не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь, по прилёту увольняюсь. Чтоб не я, бог, сотый груз. Нахрена пошёл я в хачу, вот Ульяновск. Всё иначе был бы дом, машина, дача. И возил бы арбуз. Грач, бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса ещё бывают. Я живой, хоть попадаю под глаза, мне расхедает. Нет спасения от жары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробуй марку, под свинцовым кипятком ВПО. Как пушка танка, грохот выстрелов болтанка. Я как мышь консервной банки, по которой молотком. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке, из расхода в НБК имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки. И подрываны пока. Мне парковщик от морозом. Грачу стало клюнулосом. Значит, весь я под вопросом. Самолёт мой просто в хлам. Но живая машина дышит. Словно держит кто-то свыше. И в наушники я слышу. Летуны, спасибо вам. На обратном. Да вернули. Позади снаряды пуля. Уравнение бернули. Держит в воздухе грача. Борт летит на честном слое. А износа капли крови. Знать в санчасти. На здоровье. Получу я от врачей. Дальний ближний. Вот бетонка. Парашют мой хлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку. И меня не тормошить. Где-то боль. Но это где-то. А вокруг. Такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята. Будем жить. Будем жить. С днем победы. Спасибо, дорогие. Спасибо. Мирного неба всем нам. Мирного неба всем. И обязательно это споем еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова